Книга «Открытым оком. Тема. Жития». Том 26. Вопрос 3845. Когда читаешь в житиях про пытки христиан, то разве можно простому человеку это выдержать? Заранее готовиться нужно к этим испытаниям, или когда придет время, то Бог подаст нужные силы? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово Божие показывает, что если кто жил расслабленно, в мирное время был никаким, то во время испытания, как правило, такие героями веры не будут. Но ради чечевичной похлебки в тот же день будут сагбенные перед врагами. Благо, если из них не выпрут самые ядовитые гонители христиан. В серый дом моего вызвали отца, и гудели слова тяжелее свинца, и давился от злости упрямый майор. Было каждое слово, не слово, топор. Враг народа твой сын, отрекись от него, мы расшлепаем скоро сынка твоего. Не поднялся со стула мой старый отец, и в глазах его честных был тоже свинец. «Я не верю», — сказал он, — «листок отстраня, если сын виноват, расстреляйте меня». А. Жигулин. 1 Коринфянам 10.13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. В скорби моей никого не виню, в скорби стремлюсь к незакатному дню, к свету нетленному пламенно рвусь, мрака земли не боюсь, не боюсь. Счастье ли миг предо мной промелькнет, злого безволия прочувствую льгнет. Так же душою горю, как свеча, так же молитва моя горяча. Молча пройду я сквозь холод и тьму, радость и боль равнодушно приму. В смерти иное прозрев бытие, в смерти скажу я, где жало твое. Мира Лохвицкая Откровение 3.10 И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, Которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. В час безмолвного заката об ушедших вспоминитый, не погибло без возврата, что с любовью пережито. Пусть синеющим туманом ночь на землю наступает, не страшна ночная тьма нам. Сердце день грядущий знает. Новой славою Господней озарится свод небесный, и дойдет до преисподней светлый благовест воскресный. 1892 год Владимир Соловьев 2 Маккавейская 7.9 Быв же при последнем издыхании, сказал, Ты, мучитель, лишаешь нас настоящей жизни, Но царь мира воскресит нас, умерших за его законы, для жизни вечной. Восстань, о Боже, не для них, рабов греха, жрецов кумира, Но для отпадших и больных, томимых жаждой чад Твоих. Восстань, восстань, спаситель мира, искать Тебя пошли они, Путем страдания и жажды, как ты, лама, совахани. Они взывали не однажды, и так же видели они. Твой дом, наполненный купцами, и гордо встали, и одни вооружились бичами. 1844 год. Аполлон Григорьев Лука, 18.8 Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Матфея, 10.18 И поведут вас к правителям и царям за меня Для свидетельства перед ними и язычниками. Можно делать дело с подлецом. Никогда подлец не обморочит, Если только знать, чего он хочет, И всегда стоять к нему лицом. Можно делать дело с дураком. Он встречается в различных видах, Но, поставь его средь башковитых, Дурачок не прыгнет кувырком. 1961 год. Илья Сильвинский Если даже мальчиком безусым Это правило соблюдено, Ни о чем не беспокойся, Но никогда не связывайся с трусом. Трус бывает тонок и умен, Совестлив и щепетильно честен, Но едва блеснет опасность, Он и подлец, и дурачина вместе. Сирахова 3.12 Горе сердцам боязливым И рукам ослабленным, И грешнику, Ходящему по двум стезям. Откровение 21.8 Боязливых же Участь в озере Горящим огнем и серым. Мечта моя Из Вифлеемской дали Мне донести дыхание Тех минут, Когда еще и пастухи не знали, Какую весть им ангелы несут. Все было там убого, Скудно, просто, Ночь, душный хлев, Тяжелый храп быка. В лугу, В углу осел, Замученный коростой, Чесал о ясли В палые бока. А в яслях нет, Мечта моя довольна. Не скушай, Кощунственный язык, Подумаю, И стыдно мне, И больно. О чем, О чем он говорить привык, Не мне сказать. Январь 1920. Владислав Ходосеевич. Ходосеевич. Галатам 4.19. Дети мои, Для которых я снова в муках рождения, Доколе не изобразится вас Христос.